Покажи мне счастье, скажи, как легко, когда нет сожалений. Подари мне краски, твори до пустот, до сердца явлений. Объясни, как плакать, смеясь, ничего не искать в старых книгах. Как мгновенно прощать, простясь, даже лучше не знать об обидах. Как свободно выдыхать ветра, пропускать сквозь бесстрашные мысли. Как себя узнавать всегда, отпустить всех, кто мил, а если... Грудь сепями прикована тень, освети божественным глазом. И внутри кокона двери затвори от страха соблазна. Обеззвучь все мои голоса, чтобы чистая милость проснулась. И за всех полюби небеса, ведь я в истинное оглянулась. Спасибо. Ты смотришь на меня из глубины, из красоты, знакомой и далекой. Из сердца зримой пустоты, из немоты, заботливо жестокой. От ясного, открытого лица, чтеца моей судьбы, как книги. Да между строчья белого листа, конца, где нет героя и интриги. Как отзвуки забытого поют, живут в твоем спокойном тоне. Как тишины божественный уют, приют моей души бездомной. В осанке вековой ососны струны настроен высшим камертоном. Не тронутые кольцами судьбы и тьмы, не видящие закону. Ты знаешь о простых вещах, дарах, сокрытых в сложных мыслях. В изыскорных, прокуренных речах. В словах о чудотворных высях. О ритме, что колотит в грудь, сквозь ртуть и загрубевшей плоти. О том, что счастье — это путь в ту суть, что за покрову ночью. Боль дает глубину, ты чувствуешь свою душу. Смотришь в свою тьму, обнимаешь нестанную ношу. Рано минует нутро, чувство плачет разлукой. А мысленное полотно рвется щемящей мукой. Все становится сном, прошлые встречи и планы. Будущее — потом, сейчас только кровь из раны. Медленно, ровно течет по проводам под кожей. Но что-то внутри живет и обнимает ножик. Здесь один на один ты и несносное чувство. Кто из вас победил? Ты или тот, кому грустно? Боль — это та же любовь, только ее отражение. Тяжесть ее даров и тишины предвкушения. Тот, кто принял ее, дверь распахнул и разделся. Тряпкой заткнул мытье, сам от себя не скрылся. Тот прошел сквозь Аид и не превратился в Орфея. Уверенно, ровно стоит над своим сожалением. Сердцем прощается все в такс событийности мира. Боль дана для того, чтобы душа не забыла. Я пытаюсь себя найти в лабиринте зеркального мира. Я надеюсь себя спасти от забвения, что сотворила. Я сама своим волшебством своей жаждой игры в прятки с жизнью. Свыше вверена мне волшебством, приговором к собственной казни. В тишине своей головы я одна, как все во вселенной. Мысли, звуки, рифмы, шаги — лишь одежда для сути нетленной. И ногой прозрачной другой я стою под лучом светосцены, Говорящей, но вечно немой, сотворящей из жизненной пены. Поднимаюсь и падаю ниц, отрекаюсь и вновь поглощаю, И в мечтах серебряных птиц навсегда себя оставляю. Но за ночью приходят рассветы, и зима растворяется летом. В иконке призрачных, сложных лет все рождается с новым моментом. И я снова теряю себя, умираю и в пепел сгораю, Чтобы видеть, была то, не я, так опять поиск свой начинаю. Что есть суть божественных сказаний? Путь, подмога, чистота, избавление от всех страданий, Радость, свежесть бытия. Может быть, любви знамение, может, вечности приют. Среди томного скитания луч надежды на уют. На знакомый дом с верандой сотканы из мыслей мир, Где линии подчинены порядку, вечному порядку сфер. Говоря о сути жизни, о начале и конце эпох, О бессмысленности мира, о величии богов, Забываем о едином, изначальном бытии, Что есть суть любого слова, что живет в молчании. Так, любуясь на картину, мы не видим автора, Слушаем симфонию мира, не заметивши Творца. Что есть суть божественных сказаний, Что плетут узор времен, Лишь пустые излияния душа, вачина огнем. Спасибо. Арина Питальевна. Тонкая лань небесная, Проводница мира чудесного, Тихая песня вечерняя, О любви через тернии. Чистого сердца страдалица, Одинокая светлая странница, Под куполом слова и образа, Единым богом создана. Душ и духов кормилица, Мысли эпохи владелица, Ты, как агонец жертвенный, Сломленный временем ветреных, Волнами чувств истерзанный, Непостоянностом желаний поверженный, Преданный, но скользающий, Как снег на ладони тающий. Спросив одежды имени, Ты летишь вершинами, И воспеваешь ангелам Славу любви пламенной. Потерянный в пустыне бытия, Среди песка и пыли мироздания, Шел человек в одеждах старика, Проразенный стрелами любви и сострадания. И путь его был долг и тяжел, Спина согнулась, огрубили ноги, Но верою было накрылено, Что красота есть суть любой дороги, Что для души она дыхание, Из красоты рождаются миры, Лишь в ней приют для каждого создания, Лишь для нее мы все сотворены. Она сияет в каждом слове И в тишине безмолвный миг, И, утонув в безбрежном море, В той красоте старик увидел Бога лик. Где-то там осколки из звуков, Суета и бег от себя, В приглушенном свете разлуки, В криках рваная спит тишина. Там ветра изменяют погоду, Там боятся исчезнуть во сне, Под неясным дымным небосводом, Хрупкой веткой сгорают в огне. В круге дня топчет мыт пыль мироздания, Без желания что-то понять, В неустанных ветреных чаяниях Остается только принять. А потом позабыть, как ненужное, На бегу просмотренный фильм, Где герои лишь тени окружные, Дышат воздухом пыли пустынь. Где-то там, а я здесь, Мне не холодно в первозданной Моей тишине. Мне просторно, внимание собрано, Чтобы видеть узор в полноте. Каждый миг танцует по-новому, Стоит только забыть обо всем, О покорном движении образа, Об охапке мыслей, имен. Стать широким, как лес, Дикой порослью, Полюбить его чистоту, На огромной космической скорости Пролететь сквозь всю пустоту. Так в объятия светлой, милой Отдаю без остатка себя, Чтобы слиться с единой силой, Безграничной любовью Творца. Спасибо. 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 Продолжение следует...